Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Рекомендация риска рецидива заболевания на основании гистологического заключения. Это очень важно, во-первых, для того, чтобы определиться с необходимостью назначения радиотерапии, о чем очень подробно и тщательно нам доложила Мария Васильевна. А также это имеет огромное значение для выбора тактики гормонотерапии левотероксином натрия. Итак, по данным клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2020 года, а также по данным Американской тереологической ассоциации от 2015 года, в настоящее время нет единой супрессивной гормонотерапии для всех пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной железы. В зависимости от того, к какой группе риска относится пациент, мы можем назначить заместительную терапию, мягкую супрессию или супрессивную терапию. Итак, как же будет происходить стратификация? Пациентам группы низкого риска будут относиться пациенты, у которых полностью удалена вся опухолевая ткань макроскопически, отсутствует экстратериоидная инвазия, отсутствуют отдаленные или местные регионарные метастазы. Это не агрессивный гистологический вариант опухоли. Соответственно, данные пациенты должны получать заместительную гормонотерапию с расчетом 1,6-1,8 микрограмм и альтероксин на килограмм массы тела. И целевой ТТГ для нас будет от 0,5 до 2 международных единиц на литр в референсных значениях, но ближе к нижней границе нормы. Следующая группа – группа промежуточного риска. Сюда относятся пациенты уже с более агрессивным гистологическим вариантом. Прометопопулярный рак колонноклеточный вариант, микропопулярный широкоинвазивный фолькулярный карцином, высококлеточный рак. Также сюда могут относиться пациенты с мутацией мебрав, с микроскопической экстратериоидной инвазией, с сосудистой инвазией, с поражением лимфоузлов, но это поражение менее 5 лимфатических узлов. А также с наличием метастатических очагов на шее, накапливающих радиоактивный йод, по данным синтеграфии с йодом. По данным ТНМ, это уже будут пациенты с стадии Т3А, Н1А. И вот этим пациентам мы будем назначать уже супрессивную терапию с целевым ТТГ меньше 0,1. Соответственно, расчет примерно 2 микрограмма килограмм массы тела. Однако же мы должны учитывать то, какого возраста пациент перед нами, с какой дополнительной соматической патологией. Если это пациент с тахикардией, с плохой переносимостью супрессивной терапии, такие пациенты нередко встречаются на приеме. Пациенты с менопаузой, тогда таким пациентам допустимо смягчение целевых ТТГ до 0,1-0,5 и назначение мягких супрессивных доз. Если же это пациенты с нарушением ритма сердца, с фибрилляцией предсердия, тогда это только заместительная терапия с целевым ТТГ от 0,5 до 2, о чем мы только что говорили. И третья группа, самая серьезная, это группа высокого риска. Это пациенты с резидуально остаточной опухолью или с макроскопической экстротиреоидной инвазией. Если это гистологический вариант неблагоприятный широкой инвазивный фолькулярный рак с более четырьмя очагами, с высоким тераглобулином, характерным для отдаленных метастазов и, соответственно, с доказанными отдаленными метастазами. Это пациенты по ДНМ Т3Б, Т4, Н1Б и метастаза М1. Таким пациентам только супрессивная терапия с целевым ТТГ меньше 0,1. И опять-таки исключением являются пациенты с фибрилляцией предсердия, для которых мы назначаем мягкую супрессию с целевым ТТГ от 0,1 до 0,5. Что нам говорят последние версии клинических рекомендаций НССН по периодной карциномии? Такие же целевые ТТГ. Единственное, на чем я хотела бы сделать акцент, в них прописывается употребление кальция и витамина Д3, потому что действительно тереоидные гормоны в больших дозах влияют на минеральную плотность костей скелета и снижают ее. Поэтому таким пациентам мы можем рекомендовать кальция и витамин Д3 в профилактических дозах. После стратификации пациентов относительно группы риска по данным гистологии и назначения соответствующей правильной дозе эльтероксина наступает диспансерное наблюдение. Это следующий этап ведения пациентов. Что подразумевает под собой диспансерное наблюдение, которым занимается даже не сколько врач-онколог, а именно врач-эндокринолог по месту жительства? И это очень важный момент. Через 2-3 месяца после последнего этапа лечения мы назначаем антителак тироглобулина, ТТГ, Т4 свободный. Как правило, это назначается через 3 месяца, а в дальнейшем раз в полгода или раз в год в зависимости от группы риска, к которому относится пациент. Более раннее назначение определения данных параметров может быть не совсем информативно и дать ложноположительный результат, особенно по уровню тироглобулина, потому что он после хирургического лечения или радиотерапии может некоторое время определяться в крови. Далее УЗИ мягких тканей шеи через полгода после хирургического лечения, а далее уже в динамике по уровню тироглобулина. При выявлении подозрительных лимфоузлов мы рекомендуем пациентам верификацию и выполнить прицельную тонкоигольную спирционную биопсию и по возможности определить тироглобулин в смыве из иглы. И вот на основании данных, которые мы получаем с помощью лабораторных методов исследования, с помощью УЗИ, на основании всех этих полученных накопленных данных, все пациенты делятся на 4 группы в зависимости от ответа на лечение. В российских клинических рекомендациях выделяют 4 группы, соответственно, и в Американской теорологической ассоциации. Это группа биохимической ремиссии или группа полного ответа. Вторая – это группа неопределенного опухолевого статуса, неопределенного ответа, биохимического рецидива и структурного рецидива. Каких пациентов, в какой группе мы будем относить? Группа полного ответа или по-другому биохимической ремиссии. Это пациенты с полностью удаленной опухолью, с низким уровнем тироглобулина, не стимулированным, меньше 0,2, стимулированным, меньше 1. По данным инструментальных методов обследования УЗИ или КТ, опухоль не выявляется. Такие пациенты получают заместительную гормонотерапию и можно снизить интенсивность и частоту наблюдения раз в год, не чаще. Вторая группа – это группа неопределенного ответа. Пациенты, у которых тироглобулин больше 0,2, но менее 1. Не критическое значение тироглобулина. Пациенты, у которых по данным УЗИ и КТ нет очагов опухолевой ткани, достаточно часто это бывают пациенты, у которых есть достаточная ткань, которая как раз и дает определение такого небольшого тироглобулину. Таким пациентам мы уже назначаем тщательный мониторинг всех параметров УЗИ. Можем по показаниям начать и КТ, и грудной клетки, и МРТ, и мягкие ткани. При выявлении подозрительных очагов это биопсия тонкоигольная, лимфатических узлов. И вот данная категория больных, по нашим российским клиническим рекомендациям, должна получать все-таки супрессивную гормонотерапию. Американская териодологическая ассоциация допускает мягкую супрессию у данной категории больных. И специфическая смертность у этих пациентов все-таки очень низкая, это меньше 1%. Следующая группа – это группа биохимического рецидива. Это пациенты с тироглобулином нестимулированным больше одного. Опять-таки, по данным УЗИ или КТ, опухоль не выявляется. Назначается тщательный мониторинг всех параметров. Эти пациенты уже должны получать супрессивную терапию, обсуждать лечение радиоактивным йодом. Но все-таки в этой группе специфическая смертность все равно достаточно низкая, меньше 1%. И группа структурного рецидива – это самая серьезная группа. Здесь уже визуализируются очаги опухолей. Здесь может быть тироглобулин любой, антитилак тироглобулин. Как правило, это повышенные, очень высокие цифры мы видим. И здесь требуется серьезное лечение. Мы обсуждаем с онкологами предмет операционного, операции, хирургического лечения. Это радиоиод и супрессивная терапия. И вот в данной категории больных специфическая смертность при шейных метастазах составляет до 11%, а при отдаленных – до 50%. И если обобщить все вышесказанное, о чем мы говорили, какой целевой ТТГ и какая гормонотерапия должна быть у наших пациентов, здесь все представлено на этом слайде. Это схема, взятая из Американской террологической ассоциации, из их гадлайнов. Здесь представлена как раз-таки группа полного ответа. Пациенты не нуждаются в супрессии. Пациенты с неопределенным опухолевым статусом. Все-таки мягкая супрессия рекомендована. Опять-таки, с учетом возраста, остеопорозы и наличия фибрилляции предсердия. Пациентам с биохимическим рецидивом, если нет соматической патологии, то это, конечно же, полная супрессивная терапия. За исключением пациентов с тахикардией, остеопорозом, остеопенией, конечно же, здесь мягкая супрессия. И больные со структурным рецидивом – это однозначно супрессивная терапия, за исключением больных с фибрилляцией предсердий. Здесь допустима мягкая супрессия. Хотелось бы отметить, что группа риска для пациентов не является постоянной. И в течение времени происходит динамическая стратификация группы риска, о чем также нам говорила Мария Васильевна. И в зависимости от ответа на лечение происходит переоценка риска в динамике. Если пациент из года в год показывает хорошие показатели, неопределяемый тироглобулин, то, конечно же, мы такого пациента можем перевести в группу низкого риска по рецидиву. Опять-таки, помимо основных методов исследования, есть дополнительные. Это и остеосцинтиграфия, и КТ мягких тканей шеи, и грудной клетки, и МРТ, под КТ всего тела. Об этом уже докладывали и Анна Андреевна, и Мария Васильевна. Я не буду подробно останавливаться на этом вопросе. Но это те методы обследования, которые правомерно эндокринолог назначить в рамках дообследования, если возникает вопрос, не хватает стандартных методов обследования. Теперь я хотела бы рассказать про единичные, но все-таки сложные случаи, с которыми может столкнуться врач-эндокринолог, наблюдая пациентов с таким диагнозом. Гормонотерапия левотероксином натрия, как правило, не вызывает сложности, но все-таки бывают редкие единичные случаи непереносимости левотероксина. Причем всех препаратов, L-тероксина, E-терокса, или относительно недавно на нашем уделении патологии головы и шеи была пациентка, которая проявляла абсолютную непереносимость левотероксина натрия, проявлявшаяся выраженной аллергической реакцией, кожаной сыпью, зудом, покраснением. Причем при отмене, при паузе приема препарата несколько дней вся симптоматика уходила. В данной ситуации нас может выручить препарат Т3, леотеранин. Необходимо помнить, что этот препарат гораздо активнее, чем Т4, чем левотероксин, поэтому мы назначаем с маленьких доз 50, 75, 100 микрограмм, не боли, как правило, требуется нашим пациентам в зависимости от массы тела. И вот данная пациентка, о которой я сейчас рассказывала, мы ее перевели на леотеранин, и она дала прекрасный результат. Не было никаких аллергических реакций, получили супресс ТТГ, и она уже планируется на радиотерапию. Есть еще такие пациенты, очень редкие, но в нашей клинической практике, на нашем отделении патологии головы и шеи, такие пациенты тоже встречались. Пациенты резистентны к тиреоидным гормонам, к препаратам тиреоидных гормонов. Дело все в том, что у нас в организме есть 4 изоформы тиреоидных гормонов, и в разных органах это разные изоформы. И вот в гипофизе при мутации тиреоидных гормонов может быть нечувствительность гипофиза к препарату эльтероксина. В связи с чем мы видим, что мы даем пациентам большую дозу, это 2 микрограмма и 3 микрограмма килограмма массы тела. Большие дозы уже могут развиваться побочные эффекты, в виде тахикардии, плохой переносимости, потливости. А ТТГ по-прежнему остается повышенным. Пациента мы не можем остать с таким ТТГ, потому что это риск для рецидива заболевания. Что в этой ситуации делать? Когда вот такая вот нарушена отрицательная обратная связь, связанная с мутацией бета-изоформой рецептора в гипофизе, на помощь также может прийти препарат леотиранина, который обладает большой активностью, который может преодолеть плохую чувствительность гипофиза, к препаратам щитаидной железы, а также мы понимаем, что это уже другие рецепторы, рецепторы КТ-3, и уже гипофиз отвечает на терапию леотиранином. Такие пациенты у нас тоже были, они получают леотиранин уже длительно, и нам удалось достичь необходимой сопрессии ТТГ. Также мне хотелось бы сказать несколько слов про высокодифференцированный рак, выявленный впервые во время беременности. Это нередкий случай, потому что во время беременности женщина начинает обследовать щитовидную железу, делать СОЗИ, и по результатам БФС приходит результат злокачественной опухоли, высокодифференцированный рак. В данном случае показаний ни в коем случае нет для прорывания беременности. Беременность пролонгируется, и данный вид рака, выявленный на ранних сроках беременности, просто наблюдается. Это УЗИ. Контроль раз в месяц. В большинстве случаев операция можно отложить до послеродового периода. Однако, если мы по данным мониторинга УЗИ видим прогрессирование заболеваний, то увеличение опухолей, появление измененных региональных лимфоузлов, рекомендованных хирургическое лечение во втором-три месте беременности, до 24 недели. Но, как правило, хочу повториться, что в большинстве случаев операцию можно отложить до послеродового периода. Беременным женщинам с выявленным высокодифференцированным раком щитовидной железы рекомендована терапия леотероксина натрия для поддержания ТТГ ближе к нижней границе нормы, от 0,1 до 1 микрограмма международного хирургическое лимфоузлов. И существует еще такой миф среди пациентов, что пациенты, получившие лечение под уракошитоидной железы, противопоказано грудное вскармливание. Нет, не противопоказано. И если пациентка находится в группе низкого риска, и это группа полного ответа заболевания на лечение, и мы видим низкие уровни тироглобулина и антител, и по данным УЗИ мы видим никаких признаков рецидива, пациентке в дальнейшем не противопоказано планирование следующей беременности. И хотелось бы сказать несколько слов про рак щитовидной железы у детей, тем более, что у нас сегодня был доклад про рак щитовидной железы у детей, про введение. Опять-таки, такие пациенты, дети будут также наблюдаться у эндокринолога, у детского эндокринолога, у детского онколога. И здесь также актуален вопрос стратификации риска и соответствующей гормонотерапии. Пациенты низкого риска, это пациенты, у которых опухоль ограничена щитовидной железой, полностью удалена, Н0 или допустимо Н1А, но это будут микроскопические метастазы в центральной решении лимфоузлы. Такие пациенты также не должны получать супрессивную дозу, это заместительная гормонотерапия и целевое ТТГ у таких детей от 0,5 до 1. Пациенты с промежуточным группой риска, это с опухолью Т2, или это многофокус на опухоли, с поражением лимфоузлов. Такие пациенты должны иметь ТТГ от 0,1 до 0,5, то есть мы им рекомендуем мягкую супрессию. Пациенты с группой высокого риска, это дети с опухолью Т3 или Т4, с одоленными метастазами, с обширным поражением шейных лимфоузлов, конечно, таким детям необходимо назначать супрессивную гормонотерапию и ТТГ меньше 0,1. Продолжительность терапии должна быть не менее 5 лет, 5 лет это при микрокарциноме и при отсутствии рецидива, и 10 лет это при стадии уже Т2, Т3 с поражением лимфоузлов, и если за этот период не было рецидива или метастазов. В данном случае, в отличие от гормонотерапии у взрослых, у детей мы должны еще учитывать возраст, младше 20 лет, старше, иметь в виду, что у детей потребность в гормонах щитовидной железы больше, чем у взрослых, и здесь мы уже будем назначать от 3,3 микрограмм на килограмм массы тела. Старше 20-летнего возраста мы уже дозу снижаем, 2,5-2,8, и, конечно же, это уже взрослые люди, и таким пациентам мы уже назначаем гормонотерапию как для взрослых, 2 микрограмма на килограмм массы тела. Заключая все вышесказанное, хотелось бы сделать еще раз акцент на том, что в настоящее время по современным классификациям и рекомендациям нет единой супрессивной гормонотерапии для всех пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной железы. Необходимо персонализированная гормонотерапия, в которой мы должны учесть многое, и данные гистологии, и данные соматической патологии, наличие сопутствующей патологии, такие как фибрилляция предсердий или жестеопороз, также накладывают влияние на выбор гормонотерапии на цели ТТГ. И пациенты должны, находясь в группе риска, переоцениваться в динамике в зависимости от проведенное лечение. Соответственно, необходим коллегиальный подход, и пациент должен наблюдаться не только онкологом, как это принято, но и врачом-радиотерапевтом, и эндокринологом, и терапевтом. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова